Не держи. Хуже всех себя ведешь в храме. Вообще-то. Он никогда в храм не ходил? Всегда. А? Всегда ходил. Ну как вот в храме так себя вести? Он не молится, во-первых, у него веры никакой нету совсем. Вот боднул и на этом все мозги стрез. Он непрерывно стоит, то так, то разворачивается, то глядит куда-то, где-то. Только когда отвернулся, он бегом к стулу садится. Зачем на стул? Он больной? Нет. А зачем на стул садился? Только отвернулся, бегом на стул. Так служба длинная. Полторы минуты прошло. Длинная. Это разве длинная? Полторы службы? Полторы минуты. Он уже за стул. Да главное, глядит на меня сам, бегом бросить туда. Вот это, ну, никакой. Никакой. У него даже малейшего страха нету. Никакого, что он в храме стоит или что-то. Это не годится, Коля. Не годится. Ты не в то место попал. Поэтому считай, что ты приехал по делу. Начинай сприглядываться. Повторять больше не буду. Вот сейчас сели за стол. За столом. В левой руке кусочек, правая ложка. Знаете как? Как только наклонился, сразу сюда выйдешь. Лишаешься завтрака. Стоять, стоять, смотри, до обеда. Я тебя выступлю еще. Здесь никого, как говорится, с телом не заталкиваю. У нас правило определенное. Так не гляди на меня. Давай. Дальше. На стол не облокачивается. Вот это кистью рук называется. Кисть. Вот дальше кисти. На стол вот туда не залазит. И сразу ложишься. Как только лег, так за стола домой. Слышал? Он не слышит. Он слушать вообще не умеет. Я с тобой разговариваю. Ты слышал? Повтори, что я говорю. Нельзя рукой на стол. Руку на стол ложат. Только бегом. Если ты облокотишься и за стола выйдешь, будешь стоять напротив стола. Никуда не идти. Но без обеда. До обеда. Тут очень все просто. Так, Никита. Я спрашиваю, где остальные ребята? Да они там где-то еще играют. В 8 утра, в 2 дня, в 7 вечера, у нас прием пищи. Никто за вами ходить не будет. Смотрите, 10 часов где-то. Опоздавший до следующего. Это нигде не чтобы ждали. Ни в армии, нигде, ни в монастыре. Я в монастыре был. Ну, как-то тихо, маленько-то. Звоночек. А он не дам видно, то ли новый или какой. Ну, одеты уже по корму и все. А он по стиме такой похлопал. Все, поставь стакан уже. Тебе он не принадлежит. Успевай со всеми. Одного тебя ждать никто не будет. Ну, настроимся на это. Это школа. Тебе в жизни это вот как сгодится. Ты не будешь делать детоварь, и тебя зашедут в первый же год. Из-за тебя, потому что всех наказывают. Тогда вы его воспитываете. А они воспитывать будут его только ногами. Ребра ломать, все переломано. И это не день, не двое, а десятки лет и тысячи. Тысячи. Тысячи гробов. Показывают военные силы в Израиле. Там, в Израиле. И говорят, а как насчет дедовщины? Говорят, нет этого. А как нету? Так из Советского Союза приехали же которые. А у них служат одновременные женщины, девушки. Все девушки служат. Всеобщая воинская памятность. Людей не хватает. Нету. Почему? А он не рад будет. В первую очередь у всех телефоны мобильные. Одна кнопка. Только нажал тревожная кнопка прокурору. Все кончилось. Вообще нету. А нас это не... Коррупция. Коррупцию трудно истребить. Но в Китае, ну, 2 миллиарда почти. Истребляют как? Начальник, министр попался. Выстрелили всем народом на площади. Тысячи людей. Расстреляли их всех. Наркотики до 50 человек выстрелили. Девушки почти. Всех даже в затылок. Расстреляли. Готово дело. Нам что ждем, когда Китай придет научить нас? Мы христиане. Вот он убил троих. Его только пожизненно. Кормят. Поят на него. Каждый день тысячи рублей тратят. В Китае по Божьему, по Моисееву закону, по мусульманскому. Смерть за смерть. А зачем он нужен? Он двоих убил. И сейчас в Гарулюсе опять одного убил. Он не может без этого. Он демон. На его совести какие люди-то передают. Это от врач. В больнице был. Брат, выкуп. Не успели взять. Выкуп просят. Миллион. Они кое-как собрали. Они говорят нет. 30 миллионов. Но где что взять? Дома, квартиры. Все продают. Ну в конце концов вычислили. И кто занимался? Начальником уголовного розыска. Банда в милицейских кормах. Одного только по жизни. На остальном сроке. Я говорю, прежде чем лечить, ты сначала примерь к себе. Как на тебе лекарства. Раньше было так. Приговорили к смертной казни. Судья вынес. Вот судья его этот приговор должен приводить в исполнение. Сам идти и должен расстреливать. Ты тогда будешь думать, как это? Как спать будешь? Я вам что говорю? Поставь ноги вместе. Почему у тебя ноги все время вот так вальяжно? В постели ни у кого не заправлены. Ты старшая. И сама лежишь. Как же так? Днем к постелям не прикасаться. Даже пальцем не трогать. В постели. Это нигде не разрешается. Ни в армии, ни в больнице. Мы не в больнице собрались. Чтобы днем ложиться. Вообще этого нет нигде. Тебе надо считать. Вот стул. Садись, считай. Слышали хорошо? Встали. Пока в туалет ходили, там помолились, чтобы в это время постель проветрилась. Все, опять заправьте, чтобы как говорится под линейку было. У заключенных бандиты сидят. И по литке натягивают каждое утро. А нет, тебя замучивают. Ты будешь делать. Тебя заставят делать. А ты не делай, чтобы заставляли. А делай так, чтобы... Хорошего днем, мне это говорят. Так, к постелям не прикасаться. Встали и все. Я посмотрел сегодня, как там у вас. Так, детей не запирать. Там задвижку сделали. Десять заперты. Этого не делать. А как? Палочку поставили, рядом кирпичик подложили, чтоб двинул. Ребенок должен выйти. Теперь мы сегодня обработаем, где запасные ходы у нас. Если нас даже окружили, подожгут все, чтобы мы могли выйти отсюда. Я вам покажу запасной ход. Чтобы всех вывели. Где запоры какие должны быть. Мы должны все думать. Мы должны быть профессионалы. Вчера я коснулся фильм «Профессионал». Кто видел? Два человека. Да, у нас, наверное. Краткое содержание. Французская контрразведка посылает одного человека. А кто играет главную роль? Жан-Оль Бимандон. А? Жан-Оль Бимандон. Да. Он на пенсию пошел сейчас. Хоть поживу, говорю. Его посылают в Южноафриканскую республику. Убить президента. У него оружие, с собой снайперская винтовка. Но политика государственная изменилась. А он-то там. И они его взяли. Свои французы сообщили. Там-то, там-то. Ищите наш человек. Его арестовывают. Но арестовывают. Идет один суд. И как идут? Суд там страшно смотреть. Накачивают его разными наркотиками. И он сидит. Как над ним издевается? Он добрый. Справедливый. Его буквально убивают. Но он договорился, которые другие были там на его стороне. И когда где-то работали на дороге, они убивают охрану и убегают. И он является в Париже и сразу сообщает. Такой-то явился. Так, я выполняю поручение, которое мне дали. А тот президент приезжает во Францию. Теперь охрана. Он говорит, я все равно его убью. И вот они вызвали. Кто его знает. Как с ним бороться? И на коляске прикатили одного бывшего преподавателя в этой школе. И он сидит в коляске. Непонятно почему. И он говорит, вам его не взять. Он профессионал. Он опережает на несколько шагов. Вот вы сейчас договариваетесь, а он уже это знает. Вы говорите, надо там пойти и сделать. А он уже сейчас делает это. И так и есть. Они только делают, а он уже впереди. И вызывается начальник такой, я его уничтожу. И он его уже на пути ждет и тоже его пристрелит. Он абсолютно все знал. Профессионал. Мне этот фильм не нужен. Но слово профессионал мне запало. В любой области должен быть профессионал. Если сказал, твое слово даже и люди понимают, что это стоит чего-то. Стоит. Этот человек зря не будет говорить молодей. Он сказал. Он сказал. И за этим стоит труд. Огромный труд. Понятно? Будьте профессионалами в своем деле. У нас будут дети еще. У мальчика было. Стань прямо. Не надо выломаться. Это выгон. Не надо. Это ни к чему. Ты привыкни. Дисциплина, защита дисциплина. Стой. Так. На стенах комаров не бить нигде. Если тебе комар мешает, сгони его. Вот так где-то в воду тебе хлопни. Ну не в церкви. Ты стоял все время ловил. Вот так ловил. Ну и неплохое дело делаешь. Ну в храме как-то не положено, я считаю. Ловить комаров-то. Надо добрые мысли божественные ловить. Кошку туда не выпускать. Даже туда нельзя. Почему? Ласточку больше туда не пускать. Как только она выведет, увидит и все. Почему там продукт, а кошку нельзя выпустить. Она в постельки зайдет. Она как прыгнет. Ну она вылетела ласточкой-то. А ночью-то. Она ночью ее слопает. Все проверяйте. Нет ли там чего. Раз ласточка подселилась, она нам доверилась. Мы должны ее защитить. У нас было такое. На кухне окно открыто. И там столб, и прямо на столбе ласточки. Прям на кухне. Прям над плитой. Ночью бродящий кот, огромный кот, залез и сожрал. Сожрал ее. И мы знаем, кто кота видели. И ласточка вторая сидит на проводах. Целый день плащет. Ну я его к утру поймал уже. Поймал. И мы, если смертный приговор, мы уничтожили. Как еще тарок, который, ну, осиротил. Погиб. Выводок погибло. Все. И проще. Так что мы сберегли бы кошку, если бы... Ну точно не надо это делать. У нас один раз была келья открытая. Там. И в келье ласточки завелись. И что делать? Оставили келью в дугу и перешли. И где мимо переходить? Там таракань у нас называется. Нет, это... Нет, ну таракань там. Ну, который... Вот. И там трясогустка. Видно, хвостик трясет. И она свела. Мы тогда с двух сторон загородили, чтобы никто не заходил. Пока она не вывела, не улетела. Человек, который занимается птицами, он как называется? Орнитолог. Орнитолог. А человек, который собак воспитывает, как? Кинолог. Вот у меня была собака. Я занимался в уголовном обыске. Ваня. У меня собака была. Я... Главное считает, вот сидеть, прижать, и это... Не надо двумя руками-то, нос раздерешь. Главное, чтобы она не брала от чужого ничего. Любое может отравить. Их приучают, чтобы она не брала. А как не брала? Я знаю, что она любит. Она мне любила сметану и жареную рыбу. И сразу говорю, растительное масло к плите не подносить. Когда только с плиты снимете, тогда нальете. Слышали? Да, да. Почему? Рак. Это очень серьезно. Там канцерогены разные здесь. И учат так. Нас вывозят в лес. Они берут с собой мясо. И особый прибор такой, как... Ну, раньше была батарея такая. Он держит. Собака только катает. Нельзя. Фу. А он берет, он нажимает, она силой ток. Убьет так, что собака подлетит. Но не убьет. По-другому никак нельзя. Тебе говорят, нельзя подвести нас сюда. Потому что как-то ты облокотился, что это электрический ток. Ударил под локти-то. И ты сразу... Вот сегодня это сколько? Ну, раз пять я ему ногу подвину. Все. Стоит нормально. Не надо ему приписывать болезни, которых нету. Даже если ты болен, и тогда никогда... Мы можем. Мы переможем. Нам Бог поможет это одолеть. Значит, ребята, о чем я говорю, не забывайте. Бегли спать шепотом, ни одного слова, чтобы не говорили. Так, эту поднять на второй этаж. Я говорю, она большая уже. Так, поднять на второй этаж. Там найдите место, где ее удобнее будет. Да, есть. Есть, есть. У вас место есть там еще. А дальше будет Виной, там совсем маленькие будут. Но маленьким низом кто будет, снимешь, чтобы кто-то из взрослых дом. Вопросы. Главный для вас этот дом принадлежит Владимиру Александровичу. С ним занимайтесь. Никите, надо подсказывать, где. Сегодня пришел на веранде, мусор, три года назад был, такое есть. Бумага, но, наверное, полчаса уборки нет, у них не убрано. Убрать. Сегодня же после службы убрать все. Потому что завтра кто только может. Все на Рыжковский пруд. Я даже ребятишек заберу. Пусть они там самому охапку принесет. Мы сделаем. Там пруд будет другой. Нынче прорвало его. Я приехал, а воды-то нет. А вода хлещет и хлещет. Там мешков сколько этих набитой глины. Мы ни одного мешка не потратили. Остановили, ни капли не сочится. Приготовить, чтобы у каждого было два ведра. Одно ведро хотя бы можно было воду носить. Одни солома растрясают, третью глину подтаскивают. Двое-трое колотушками. Колотушку надо еще приготовить. Найти. Где? Которые долбили. Где она? Найти. Я одну принес сегодня с лагеря нашел. Ее не считать. Еще штуки две. Вчера, вчера, завтра три часа. И мы за три часа поправимся. Все. Дальше я сразу буду работать по первому мостику. В лес. Кто позевает, рот вот так закрывать. Смотрите. Кто-то позевает. Вот ты вот разеваешь. Ты сейчас разевал. Другой, кто бы не был рядом, умеет право в рот тебе пальцем заехать вот так дернуть. А ты имеешь право укусить. А он умеет право руку отдернуть. Все. Больше права кончились. Но я вам скажу, кто позевал, и вы в рот палец ставали, никто не укусить не смог. Почему? А здесь мышцы не успевают срабатывать. Еще никто. Если на рощном, то да-да-да. Но никто не укусил палец. И никак. Грязным пальцем в рот ему провели, он научится. И вот стоит, как будто бы окурки ловит. Таких раньше делали в виде пингвинчиков, эти мусорные ящики, которые бросали все. Хорошо слышали? Да. Не облокачиваются. Легли спать. А во сколько ложиться, у нас не определяется. Все вместе решайте. Которые маленькие могут раньше вставать одновременно. Завтра в шесть дня в пять утра. В пять. Взрослые в четыре сорок. Двадцать минут привести себя в порядок. Все. Поднимаются сразу все. А если не поднимаются, заранее приготовьте холодную воду. А дьявол, сдергивай холодной водой. Все. А у меня же просушитель. У нас дети, когда две недели идет акклиматизация, спрашивают, хотите дольше спать? Не один. Они уже в тянулись, потому что успевает все. Сегодня надо посмотреть, там кое-что убрать. Фильм. Где будете смотреть? Или здесь? Ну, надо с Виктором посоветоваться еще. Ну, надо посмотреть, потому что там у нас в коммерке все. Зал, просмотровый зал специальный есть. Подумать, с Виктором Николаевичем поговорить, большой экран этот поставить. Все. Готовимся к молитве. Так что это не домогает? Не домогает это больному, разрешают все. Смотрите, что вы по этому не играете. Мы не играем. Под больного будешь косить, заболеешь. Это уже закон такой. Виду не давать. На стенах нигде не давить этих комаров. Только на себе или две каких-то картонки вот так. Замолиться святых Отец Нашей, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй на нас. Господи, още всех на Тебя уповая. Ты дай шепищу его благовремени. Отверзай, что ты щедро в руку Твою. Исполняй всякое животное благоволением. Слава от Своего Сына и Святого Духа. И ныне и присвои во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Освяти дары, посылаемые Тобою. Словом истинной молитвы. Не про нищих родов одиноких. Им пошли все потребные. И нам укажи нуждающихся в нашей помощи. Слава Тебя, Отечественный и Святой Дух. Аминь. Стойте, я сейчас вас скажу. Стойте, так пока. Я несколько сенечко сделать попытаюсь. Так, именно новые люди будут приезжать. Запомните, вы помощники, самые первые. Так, ты сегодня пойдешь, Никита, ко мне зайдешь. Ты мне отдашь аппарат, я сниму, а ты можешь что-то сделать. И помочь отвезти. Плакаты сегодня буду раздавать. Пожалуйста. До стола. Хорошо. Хода полный. Давайте, садимся. Ох, какие скопы чудесные. Никогда не думал, что у нас когда-то были такие встроенные шкафы, и все это на плечиках будет висеть. Это Господь, как обзор нас выгнал оттуда. Это здорово было. Да благословит их всех. Нам вреда никто не сделал. Как Златоуз говорит, никто не может причинить зловерящего, если он сам собираюсь вставить. А почему? А если ты благодаришь? Бог как узнает. Если ты Бога благодаришь, то значит ничего и не было. Ты тебя обокрали, а ты Бога прославил. И Сатана как обожаренный от скотча. Давайте их раздвигайтесь сюда. У нас очень плохо получили старшие сестры сюда. Вам бы приезжать не надо. Садитесь сюда? Да, уважаем. Взять не так, чтобы было место. Малина. 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 Так. Братьев меньше, а может поменяться. И кого мне ваш детей? Братьев меньше. Братьев меньше. Братьев меньше. Вышее место с одного ума? Да? Давай покажи, чтобы парки. Малыши меньше. И будут мне тогда BEHLE-9. Это лучше. Меня вообще много на 55. Здорово да. Правда, earth же меньше. Они остаются гибacer дети. Так, так разрешали за столов. Я словно. Что вы девочки, не пускайте здесь, или здесь негде? Уже здесь нет. Ну я сметанки положу. Можно девочкам вот здесь есть? Сейчас я посмотрю. Можно или ними, да? Солкома��а может нравиться? За столова, да не набить. За столовое. Да. Отяжи сюда. Здоровый? А никак нельзя это сдвинуть дальше? Куда сдвинуть? Ну я спрашиваю. Ну я не знаю, сдвиньте куда. Вот допустим, вот это я поставил бы сюда, допустим. Оно не упадет там наклонное? Никак. Ну пожалуйста, ставьте, как хотите. Я попробую. Попробуйте. По большой столу там ничего. Ну а я как-то подоклонникам. Пойдет наклонное. Она права. Не пойдет. Вот сюда, Игнатий, по уходу. Вот это он, Игнатий. Игнатий, Игнатий, вот сюда. Вот, вот сюда наверно. Вот убрать эту? А будет вот убрать. Так, подожди. Прием вот сюда. Ага, куда поставится она? О, какая тяжелая. Да, да, да. Там нет ничего. Так, посмотрим. Вот соглашаются совсем. Дайте мне ложку. Пожалуйста, ложечки. Все, наше место идет. Под нее можете подстерить что-то. Так? Так. Ничего не зря. Отлично. Даже это намного лучше. Так, вода здесь стерила. Так, бывает бумажка у нас такая, не чистая. Вот, сядешь. А потом вот это отодвинем. Вот сюда вот это. И скамейка еще одна будет стоять. Давай. Потому что у нас в лоб подборослик приедет, и мы начнем туда даже. Ваня, посмотри, что вы наклонялись. Если наклонялись, то щаска будет конец. Вот так. Вот так. Приятного. Приятного.